В студии Татьяна Голубева в ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях дня. Смотрите в выпуске. Изменилось ли что-то по мнению жителей? Очень трудно судить пока. Год слишком короткий срок. Сегодня ровно год с момента вступления в должность Виктора Томенко. Было жарко. В Михайловском районе завершились масштабные противопожарные учения. Родина изменится. Внутренние переделки будут именно с размещением планетария. Но никаким образом кое это не выйдет на фасады, на крыши, там еще куда-то. Реконструкцией займется Александр Дерин. Чиновника из администрации Барнаула задержали за взятку. Речь идет о председателе комитета по физической культуре и спорту Алексею Каретникове. Накануне эта информация появилась в нескольких изданиях. Наши неофициальные источники ее подтвердили, как и тот факт, что Каретникову стало плохо при задержании. Из СМИ известно, что операцию по задержанию проводили сотрудники краевого ФСБ. Якобы в этот момент Алексей Каретников пытался взять деньги у предпринимателя, который занимается продажей наград. Пока правоохранители воздерживаются от каких-либо официальных комментариев. В пресс-службе мэрии нашим коллегам из издательства «Комсомольская правда» Барнаула рассказали, что Каретников сейчас находится на больничном, о других подробностях не сообщается. Напомним, Алексей Каретников занимает пост председателя комитета по физической культуре и спорта 8 лет, любит играть в футбол и настольный теннис. А тем временем бывший управделами Александра Карлина отпущен под домашний арест. Накануне, как сообщают краевые СМИ, стало известно, что суд смягчил Алексею Белобородову меру пресечения из-за жалоб на здоровье. Напомним, последние 9 месяцев он провел в СИЗО. Бывшего чиновника обвиняют в получении многомиллионных взяток и растрате бюджетных средств. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Под домашним арестом Белобородов будет находиться до 24 июня. В Михайловском районе завершились крупномасштабные противопожарные учения. На практике со степными пожарами боролись несколько десятков сотрудников экстренных служб России и Казахстана. Согласно сценарию, пожар возник на приграничной территории Михайловского района, близ поселка Малиновое озеро. Участники должны были отсечь огонь от лесных массивов, не дав пожару превратиться из низового в смертельно опасный верховой. По словам организаторов, в приграничных степных районах пожары происходят часто, потому подобные совместные учения здесь проводят каждый год. Кстати, на месте нынешних учений в 2010 году крупный пожар уничтожил село Николаевка. Наш корреспондент Илья Кочетков накануне вернулся из Михайловского района. Своими впечатлениями он поделится в вечернем выпуске. А мы продолжим. Сегодня ровно год с момента вступления в должность губернатора края Виктора Томенко. Мы не будем давать оценку его работе. За этот год это уже сделали другие. А мы вышли в народ и спросили у жителей краевой столицы, что, по их мнению, изменилось с приходом нового губернатора, если, конечно, изменилось. И чего они все еще ждут от него. Очень трудно судить пока. Год слишком короткий срок. Поэтому не могу твердо сказать, что, допустим, лучше, хуже. Думаю, да, изменения есть, небольшие, но есть. Например? Например, ну, ремонт дороги. В каких местах, не знаю, но ремонтировать. Мне кажется, вообще ничего не изменилось. Ну, просто мы не замечаем. Нам как-то политика не очень важна, да. Ну, кардинальных, да, таких изменений нет. Может быть, он идет к этому. Ну, не знаю. Пока еще таких кардинальных изменений пока не заметил. Может, в будущем что-то будет более явно. Хотелось бы, чтобы больше уделяли внимание, вот, как-то экологии, может быть. Да, конечно, изменилось. Инфраструктура. Да, город чище стал, во-первых. Во-вторых, медицина. Ну, нормально все происходит. Так, что еще? Вот мне, что понравилось, по сельхозхозяйству, нормально все. И деньги вкладывают, фермы развиваются. Ну, в общем, нормально. Ну, у нас много предприятий стоят. Много безработицы. И в сельском хозяйстве у нас полная разруха. Вы съездите хоть раз в глубинку, там не хочется туда ехать. Вот. Поэтому мы этих проблем не решаем, а надо решать. Вы знаете, я даже не знал, кто такой видит Томенко на сегодняшний день, что такой человек вообще существует. Кто он? Это наш губернатор. Отлично. Конечно, жители края по-прежнему мечтают о хороших дорогах. И, к слову, мечты эти становятся реальностью. Руки строителей дошли и до Новоалтайска. Теперь и здесь дороги станут безопаснее. По крайней мере, так обещают чиновники и дорожные службы. Некоторые из улиц не знали ремонта десятки лет. К примеру, одна из трасс по голосованию самих жителей вошла в топ-3 самых убитых дорог края. Теперь о ямах и ухабах, обещают рабочие, можно забыть надолго. Как продвигаются дорожные работы, накануне проверили эксперты и сами чиновники. Кирилл Политов присоединился к выездной группе. Где-то через полторы недели мы здесь уложим верхний слой покрытия. Сегодня у нас... И скопление воды, все таким образом, собственно... Конечно, конечно. Такой выездной формат совещания вполне оправдан. Прямо на месте чиновники, правоохранители, общественники, представители подрядных организаций, что называется, держат слово перед министром транспорта края. Уверяют, идут без сбоев. Правда, пока это все же промежуточные итоги масштабной кампании. Часть совещаний, которые мы в рамках работы проектного офиса проводим еженедельно на территории Министерства транспорта, Галтайского края, сделать выездными, чтобы подрядчики посмотрели, как у кого организована работа, переняли опыт организации и движения, и производства работ. Посмотрели, у кого что хорошо, у кого что плохо, чтобы максимально повысить объективность оценки тех работ, которые выполняют, тем самым повысить качество их выполнения. Сезон открыли раньше обычного на две недели. Значит, рассказывают все те же дорожники, можно надеяться, что работы завершат с приличным опережением графика. В целом, в этом году в Новоалтайске должны привести в порядок 9 улиц. На это потратят порядка 100 миллионов рублей. Все благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Хотелось бы отметить, что у нас работает и также продолжает работать с 2017 года мобильное приложение и карта дороги УНФ, на которой, собственно говоря, сейчас на улице Октябренок мы находимся, вошла тройка лидеров по количеству голосов. Показательным выступлением эти действия перед чиновниками не назовешь. Говорят, также ударно трудятся и на других адресах. Вот на этой улице появится не только новое полотно, но и бордюрный камень вместе с пешеходной зоной. Помимо Новоалтайска обновления дождутся многие трассы Барнаула и Наукограда. Проверить новое дорожное покрытие и оценить его скоро смогут и сами автомобилисты. Возможно и правда скоро одной из вечных бед на Алтае станет меньше. Кирилл Политов, Александр Антропов. День с толком. Барнаульский планетарий переедет в родину. Решение окончательное. Но до переезда бывшему кинотеатру потребуется реконструкция. Ею займется Александр Деринг. Проект уже подготовлен. Сложность заключается в том, что здание родины – это памятник культуры и менять его внешне нельзя. Внутренние переделки, да, будут именно с размещением планетария. Но никаким образом коим это не выйдет на фасады, на крышу, там еще куда-то. То есть это никакие там обсерватории не появится, ничего. Это все, поскольку это очень жесткий режим охраны памятников, которые у нас видите, поэтому там ничего не меняется. Пока в родине разместился театр Кукол, работы по реконструкции начнутся лишь после его переезда. Как известно, строительство нового здания «Сказка» обещают завершить уже этим летом. На смену облика родины планируют потратить около двух лет. Как будет выглядеть кинотеатр после реконструкции, смотрите в вечернем выпуске. Я продолжу, потому что у нас еще есть о чем рассказать и есть полезная информация для вас. Летом многие барнаульцы оставляют пыльный город и уезжают на дачи. Часто именно в дачный сезон, когда в квартирах никого нет, активизируются кражи со взломом. Причем чаще всего взламывают окна первых и вторых этажей. Можно ли этого избежать, расскажем далее. Крепко! Крепко, говорите! Окна «Консип» выдержат и не такой краш-тест. Они настолько прочные, что их практически невозможно вскрыть. Массивный немецкий профиль класса «Авека», противовзломная фурнитура «Мака». «Консип» по праву считается одной из лидирующих компаний Сибири по производству пластиковых окон. Монтировкой пытался как мог ломать. У меня был опыт такой, что я видел сломанные окна, их в основном ломают в месте, где замок. Ну и пытаюсь сломать его, не смог. Ломается сам каркас окна, а окно не открывается. В том, когда открыли окно, оказалось там дополнительно куча-куча усиливающих замков. Вся продукция выпускается на современном оборудовании из Германии, Италии и Австрии. Компания поставляет окна более чем в 70 городов страны. На пяти заводах «Консип» также производит фасады, гаражные ворота, зимние сады, рольставни. Наше производство ежедневно выпускает более тысячи оконных конструкций, более 200 дверей и около 300 и даже больше нестандартных конструкций, которые могут реализовать любую дизайнерскую мысль наших любимых покупателей. «Консип» дорожит репутацией и гарантирует качество своей продукции. За 25 лет работы компании в этом смогли убедиться тысячи покупателей. Буквально через пару секунд прогноз погоды. Спонсор прогноза – компания «Валара». А у меня на этом все новости. До встречи в вечернем эфире. Редактор субтитров А.Семкин